СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении. Собственная польза каждого соединена с пользой ближнего. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого пища, делай тоже. Иоанн Притеча Сегодня мы познакомимся с двухлетней Катюшей Коваленко из Екатеринбурга. За свою жизнь эта маленькая девочка перенесла столько трудностей, что не подсело и многим взрослым. В этой семье очень много любви и заботы друг о друге. Дай бог, вместе они справятся с отведенным испытанием. Когда Катюшу с мамой выписывали из роддома, врачи обратили внимание только на необычную внешность ребенка, слишком крупные глаза. О том, что девочка родилась с серьезными проблемами, семья узнала только через полгода. Врачи-педиатры и терапевты те же самые. То есть они сказали, что каких-то проблем они не видят. Ну, крупные глаза и слегка неправильная форма головки. Опять же сказали, что головка у новорожденных достаточно мягкая, она формируется и, возможно, изменится в лучшую сторону. К сожалению, к пяти месяцам мы выявили несколько проблем. Первая проблема была в том, что у ребенка действительно крупные глаза, но голову начала деформироваться сильнее. Мы обратились к местному педиатру, к терапевту относительно этого момента, для того, чтобы узнать, в чем проблема. То есть нам сказали, что голову начала расти вверх и немножко в сторону. То есть деформация черепа пошла серьезно и достаточно крупный родничок был. То есть на что нам сказали, что это формирование башенного типа черепа. Но спустя буквально неделю, то есть голова увеличилась настолько, что мы запаниковали и обратились уже в платную больницу, откуда нас отправили сразу же на операцию. Во время обследования в голове у Катюши нашли большое количество лишней жидкости. Гидроцефалия появилась неожиданно и стихийно развелась буквально за несколько дней. Кате поставили шунт. На том же обследовании для родителей впервые прозвучал и серьезный диагноз – синдром Крузона. Перед шунтированием, естественно, провели тоже анализ и сделали снимки. Более подробные, детальные относительно строения головы. Он сказал, что на самом деле очень странно, что нам еще в роддоме не выявили такие патологии, как синдром Крузона, о котором он сказал. То есть это маленькая переносица, достаточно на большом выкате глаза находится даже для маленького ребенка, и форма головы. В следующий момент он сказал, что даже при рождении у вас уже был большой родничок. То есть его размер уже должен был натолкнуть на то, что что-то не так. То есть нам диагностировали синдром Крузона, сослали, что возможны, элементы синдрома Аперта, естественно, гидроцефалия. Гидроцефалия, так и было стихийно, она тоже сказалась очень пагубной в плане того, что она повлияла на развитие крыганого мозга у ребенка, потому что мозг практически упирался в стенки черепа, а из-за того, что череп еще мягкий был, он деформировался еще более сильно. Очень глобальные были изменения. Мимо прочего, врачи определили у ребенка атрофию коры головного мозга второй степени. Прогнозы были самыми тяжелыми. То, что нам сказали, нас шокировало. То есть нам сказали, что ребенок в будущем с этими диагнозами, как правило, дети доживают до двух лет и все. Но по факту, да, то есть мы не смирились с этим решением, не столько решением, сколько высказыванием докторов, потому что мне сказали за всю практику. То есть такого сочетания синдромов, да, то есть у детей большие проблемы, они в будущем не смогут ничего делать. То есть нам просто сказали, что ребенок будет вести монтонный образ жизни, не двигаться, ничего делать, кроме, может, голову повернят, может, глазами посмотрят и все. Но родители не отчаялись и с молитвой решили искать возможность помочь Катюше. Повторно сдали анализы. Генетических нарушений не выявлено. Это значит, у малышки был хоть и небольшой, но все же шанс чему-то научиться. Мы очень сильно удивились, когда то, что в роддоме нам генетики сказали, что это не генетическое заболевание, да, то есть на самом деле Курзон, Аперт, это все-таки генетика. Мы пошли на повторные непосредственно генетические анализы. Опять же, они были отклонены, сказали, что в хромосомных группах все в порядке. Нам тоже это показалось странным, то есть в России нам никто не мог дать конкретного объяснения. В 8 месяцев у Катюши начались остановки дыхания во сне. Оказалось, это также один из симптомов синдрома Курзона, который возникает от неправильного строения дыхательных путей. В России родители не смогли найти врачей, которые могли бы решить эту проблему. Обычно, когда ребенок засыпает, мы, либо мама Катя, а не либо я, то есть мы смотрели, чтобы у ребенка было все хорошо, да, с никаких проблем не было, что она спокойно спит, то есть не капризничает, ничего. То есть обратили внимание, что она дышит, дышит, и потом задержка дыхания, то есть она достаточно продолжительная была. Потом резкий вдох и несколько коротких вдохов. То есть это, естественно, ненормально, потому что нормальный человек здоровый, он дышит более равномерно, и у него вдохи, они достаточно глубокие. Здесь же вот было достаточно страшно. И ладно, это было бы один раз, это повторялось несколько раз за ночь, соответственно, то есть уже были основания к тому, чтобы волноваться и переживать. У нас есть патология развития дыхательных верхних путей. Это очень узкая переносица и узкие дыхательные проходы. К сожалению, на тот момент, то есть везде, где мы обращались, нам говорили, то есть я имею в виду по России, то есть это была и Москва, и отдельные регионы, где занимались профилактикой именно через лицилы дисостозов, то есть неправильное сращивание костей, черепа. Нам объяснили, что никак это в России точно не сделать. То есть, с одной стороны, мы расстроились, что это не сделать, да, потому что нам сказали, с другой стороны, мы обрадовались, что это в России не сделать. Почему? Потому что если в России не сделать, то где-то, возможно, можно это сделать. В год Катюша перенесла правостороннюю пневмонию. Спустя месяц после выписки из больницы ребенок дома во время игры начал задыхаться. Играла игрушками Катюша, но вдруг началась такая ситуация, что она играет, играет, резко затихает. Глубокий вдох опять начинает, опять играть, играть, как будто ребенок не может наиграться. На самом деле страшная картина, потому что в этой ситуации непонятно может происходить. На машине скорой помощи в Катюшу отвезли сразу в реанимацию. Две недели она находилась на искусственной вентиляции легких. Затем ребенку поставили трехиастому. Без нее вероятность второго удушья была очень высока. Ожидалось, что ее снимут через неделю, но сделать это, к сожалению, не удалось. Уже второй год ребенок дышит только с ее помощью. К тому же каждые 15 минут, день за днем, ночь за ночью, родители санируют Катю. То есть убирают постоянно образующуюся мокроту. Из-за трубочки Катюша не может произносить звуки и даже плакать. Попадая в горло, инородный предмет, организм реагирует так, что он начинает просто-напросто наращивать плоть. То есть ту же самую ткань сверху. То есть на трехиастому просто был пласт ткани, который не позволял дышать. То есть это мы узнали буквально только в Израиле после первой операции. Нам сказали, что, друзья, у вас проблема не столько, скажем, именно связана с тем, что она не может дышать из-за каких-то неврологических проблем, нежели из-за физиологических, что там просто воздух физически пройти не может. Когда Кате исполнился год, Алексей и Анна начали переписываться с зарубежными клиниками в надежде, что где-то их ребенку смогут помочь. На России у нас как бы по кризону делают операции, но опять же с количеством синдромов боятся браться, потому что, сделав операцию по одному синдрому, боятся, скажем так, активизировать еще больше другой. И этот страх, он, наверное, больше связан с тем, что у нас пока еще в стране недостаточно, видимо, оборудования, либо специалистов, хотя по специалистам их очень много на самом деле. Касаемо заграницы, то есть выявили три основные страны – это Израиль, Германия и Америка. После года общения с различными клиниками семья приняла решение ехать на операцию в Израиль. В ноябре прошлого года там же на обследовании был выявлен еще один, не менее серьезный синдром – Арнольдо Киари. Первое, что решили делать врачи – менять форму головы, чтобы не допустить атрофию коры головного мозга. Обратили внимание, что Катюша еще не может есть твердую пищу. То есть все в совокупности сослалось на то, что действительно с Арнольдо Киари. То есть это был процесс, когда стихийная вот эта вот реакция гидроцефалии пошла, она деформировала кости черепа, и мозг полушария сдавили продолговатый мозг. Соответственно, он отвечал за функцию глотательную, он отвечает и за дыхание, за все, за работу, то есть в России сказали, что это только крузон, в Израиле сказали, что это именно Киари имеет большее влияние на данные проблемы. Если сделать операцию по Арнольдо Киари, то есть именно высвободить подолговатый мозг, подолговатый мозг, чтобы его не пережимало, то тогда ваши проблемы будут гидроцефалии, возможно, в будущем, у нас сейчас стоит шунт, можно будет убрать. Вот, но опять же, только после, да, и дыхание, конечно, тоже должно будет установиться все, но это будет все под наблюдением неврологов и нейрохирургов именно после операции. 7 ноября Катюше сделали очень сложную, но такую важную, первую операцию. Вместо запланированных 4 часов она длилась почти 8. Слава Богу, все прошло хорошо. Спустя 3 недели контроля ребенок вернулся домой и тут же начал осваивать новое. Она стала более активной, она стала, в принципе, мы скажем, больше, да, то есть, если нам раньше говорили, ребенок не будет ходить, не будет как-то вот проявлять моторные функции именно в плане ног, то наоборот, ребенок достаточно активно пытается ходить, да, то есть, самостоятельно пока не может, но, тем не менее, с поддержкой за одну руку, да, ну, самостоятельно 2-3 шага может сделать, то есть, мы стали обращать внимание, что ребенок стал проявлять интерес к абсолютно тем вещам, которые раньше не интересовали, хотя детки в его возрасте уже в полную, то есть, играют, да, там, какими-то предметами бытовыми, там, да, то есть, там, элементарно, вот, если ребенок видит какой-то, там, электронный предмет, что-то посмотреть, потрогать, если он светится, вот. Если Катя раньше была равнодушна к ним, то сейчас ей все надо, ей все интересно, ей все надо потрогать самой, поиграть, показать, что она это может. После обследований в Израиле врачи пришли к решению, что ребенку потребуется не одна, а три операции. Уже через несколько недель Катюше необходимо возвращаться в клинику на вторую из этих трех операций. Катенька не может тут употреблять твердую пищу, потому что просто физически не может из-за синдрома Арнольда Киарри, вот, из-за того, что продолговатый мозг находится в состоянии, скажем так, деформации, его пережила, вот, не может, ну, задерживать дыхание во сне тоже из-за него уже, и опять же сказали, что голосовые связки могут в будущем пострадать, просто они, у них дисфункция сейчас идет, ребенок не может ничего сделать с ними, да, физиологически. Соответственно, она будет направлена на то, чтобы высвободить продолговатый мозг, чтобы ребенок смог наконец-то нормально задышать во сне, кушать твердую пищу, элементарно фрукты, вот, чтобы нормально функционировали голосовые связки. И это уже станет основанием того, для того, чтобы подготовиться к третьей операции. Вторая операция, она очень важна. Именно для того, чтобы ребенок в будущем мог нормально развиваться и смог потом сам дышать и, в принципе, социализироваться. Вторая операция Катюши назначена на февраль. Спустя несколько недель после нее проведут и третью, во время которой уберут трахеостому. Это очень сложный и важный этап в лечении Кати. Стоимость работы врачей и пребывания месяц в Израиле составляет несколько миллионов рублей. Все свои бережения семья потратила во время первой поездки. Очень дорого. Конечно, у нас таких денег не было. Какие-то средства были определенные, да, которые были вложены в эту операцию. Не было другого варианта, как обратиться за помощью к организациям, где мы работаем, да, то есть я и жена, то есть обратиться к близким, к родственникам, к друзьям, кто чем мог помочь. Собственно говоря, сумма на первую операцию была собрана благодаря именно этим людям. Вторая операция стоимостью больше миллиона, слава Богу, помог оплатить один из благотворительных фондов. Сейчас необходимо найти средства на оплату МРТ. Сделать в России диагностику достаточной точности, к сожалению, невозможно. У нас оборудование тоже специфическое. Вроде оно хорошее, да, то есть для нашей страны оно подходит. Но в Израиле, когда начинают делать описание, они не могут увидеть то, что им нужно. Скажем, при первой операции не смогли разглядеть элементарно какие-то определенные небольшие участки страны черепа, потому что на нашем МРТ показали темные пятна, да, то есть что якобы там то ли полость, то ли что непонятно, к сожалению, то у них четкая 3D-картинка была, где они все полностью видели. Также у семьи совсем нет средств на оплату билета до Израиля и обратно. Родители летят вдвоем, потому что в одиночку просто не справятся с уходом за ребенком с трахеостомой. Очень хочется, чтобы ребенок начал уже самостоятельно дышать без трахеостомы. Очень хочется, чтобы ребенок наконец-то начал кушать нормальные фрукты, овощи, как все детки. Начал общаться с детьми и играть с ним. Потому что все-таки отсутствие возможности общения с другими детками и играть, ну, это тяжело. То есть ребенок потом будет очень тяжело входить именно в какие-то грубые тот же самый садик. Мы очень хотим, чтобы ребенок потом смог пойти в садик, чтобы больше сплотиться с другими детками. Без операции Катенька не сможет лучше двигаться, не заговорит и даже не сможет дышать без помощи трубочки. Дорогие наши, давайте сплотимся и вместе поможем этой чудесной девочке продолжить лечение. Обязательно помолимся за эту семью. Попросим для них сил, терпения. Для оплаты билетов и МРТ необходимо 180 тысяч рублей. О своей беде родители написали так. Самое страшное – это плач ребенка, это слезы без звука и это смех, который не раздается. Субтитры создавал DimaTorzok